мы говорим о идее гуру таттвы а потому что духовный учитель кто такой духовный учитель и сказать и одна из популярных тем которые сейчас существуют допустим в интернет запросах и тот вопрос который часто люди задают это как мне найти духовного учителя кто мой духовный учитель и в действительности это далеко не всегда так что в идеале ситуации должна быть такое что человек он соприкасается с какой-то духовной личностью с его наследием и он настолько очаровывается что него нет сомнений что вот это мой духовный учитель что только здесь я хочу принять прибежище и если кто-то таким образом принимает духовного учителя то это ну его великой удачи да но в целом в ряде случаев мы живем в определенной ситуации когда мы мало знаем наших духовных учителей а духовные учителя свое с точки зрения тоже далеко не всегда прям близко знают нас вот это плен и мистический процесс но писание говорят что тем не менее сам господь он приводит нас к пленному учителю и агуру духовный учитель это место встречи господа и человека да потому что напрямую с богом говорят только святые шизофреники да поэтому то место то место встречи бога и человека это духовный учитель и шлашдхара махарадж он очень подробно объяснял гуру таттва потому что и вайшнав и тем более гуру он имеет в себе как бы два компонента два аспекта это компонент человеческий компонент индивидуальности да и частью индивидуальности всегда является некий несовершенство все не могут делать все вот но второй компонент и вайшнава и также гуру это определенный боговдохновенный поток до который действует и когда речь идет о гуру то человек который обладает определенным духовным восприятием он может увидеть что судя по интересам этого человека судя по его поведению несмотря на то что в нем есть определенная человеческая ипостась также мы видим что через него действует определенный божественный поток потока от господа и этот поток он в принципе является гуру потому что кришна он говорит что гуру это не человек гуру это сам я это божественный принцип который действует через определенного человека да из шима бхага в этом он говорит тасман гурун пропаде таджа гас их шеях ута мам шабды нет 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 другой стих это тоже хороший тоже про гуру но не тот а чаримам биджания говорит кришна на маванета кархичит намарте будьте суета сарва дева моего груда кришна говорит а чаримам биджания а чаря духовный учитель это я до намарте я будьте как качает поэтому не следует рассматривать а чарю духовного учителя как простого смертного и также сказано сарва дева моего гуру все божественные силы они пребывают в нем действует через него на поэтому мы можем иногда как бы это прискорно не было например видеть такую ситуацию как падение духовного учителя да был вайшнавский гуру потом стал там проповедовать об христианстве или общаться с там с астральными существами ли сказал что мне вообще на данный момент неинтересно да и возникает вопрос а как же тогда вот был гуру не стала гуру данным мы говорим что гуру это не просто человек гуру этот человек плюс некий поток и этот поток если он перестает действовать через одного человека он если вы будете искать наверняка найдутся люди через которых он продолжает действовать гуру это сам кришна и шла штара махарадж в своих лекциях он объяснял мы должны обрести широкое понимание гуру татвы да поэтому у него есть даже такое высказывание что если преданный он материалистичен то он концентрируется главным образом на сугубо таком бытовом на социальном на человеческом начале в ачаре но если преданное обожает божественным видением то он концентрируется прежде всего на потоке который проводит тот или иной духовный учитель и относительно относительно бактевинода такура и отношение к нему лолита просада брата сарасвати такура сарасвати такур написал статью там баба бадха радха и так далее он говорил что с трансцендентной точки зрения ваше мгуру является шимати радхарани и возвышенные вайшнавы они видят в бактиминоди такури проявление самой шимати радхарани в его наследие в его откровении в его литературе но мой брат лолит просад хотя он также является гуру он больше всего в большей степени видел бактиминоди своего отца он обладал телесным восприятием поэтому на общем уровне гуру это кришна на более сокровенных уровнях это радхарани или какой-то садхи какая-то его спутница вот но также это некий поток который действует через некого человека но здесь мы также должны оговариваться что это не так что как фильмах про супергероев да как скажем там простой парень владим бродил по лаборатории его укусил там паук да и он стал там человеком пауком да вот что-то ну так случилось вот и шла шкар махарадж он рассказала бактиминоди с вами прабхупаде чтобы актиминоди с вами это шахтявеш аватар господа нитинанда что сам нитинанда послал ему мистическую энергию для того чтобы затопить сознанием кришны весь мир да и объясняя это шкар махарадж он также делает важную ремарку важное замечание он говорит но это не так что бактиминоди с вами прабхупада он был просто каким-то но обычным человеком просто шел по улице и вдруг раз на него обрушилась на него обрушилась милость нитинанда с вами но жажда его сердца проповедовать сознание кришны его великое желание служить своему гуру сарасвати такуру это притянуло к нему поток милости нитинанда да это не так что он сам был никто и ничто и вдруг он шахтявеш аватара подобным же образом надо понимать что то положение которое занимает все наши а чаре шишчане сарасват матха это положение пришло к ним благодаря определенным личностным качеством их вере их интересам да потому что то такие а чаре а чаре это люди которым естественным образом интересны какие-то вещи связанные с господом со служением ему со святыми местами с воспеванием маха мантрой у них естественным образом вкус к разнообразным видом духовной деятельности да в этом мире наша проблема что мы имеем большой интерес к светской литературе на малый интерес к литературе духовной да мы имеем огромный интерес к обычному кинематографу да но у нас слабый интерес там скажем к просмотру какого-то духовного или философского контента мы охотно говорим на мирские темы или наслаждаем чувства но в малой степени нас интересует о том каким образом мы можем задействовать себя в служении господу но у возвышенных ваше на все как раз наоборот да и поэтому а чаре и хлебом не корми дай сделать что-то такое связанное с кришной да как даже аватхуд махараджа он креативил детскую площадку но и как мы себе представляем скажем детскую площадку детская площадка это горка там да что еще может быть детской площадке но вот это там не знаю все время назывался паук то есть такая но металлическая штука с лестницами где дети могут лазить но какой-то там батут но вот тут махарского надо должна быть плетенная плетенная площадка с демонами из кришна лила у нас есть специалисты которые даже все это там вяжут вот поэтому трансценденталисты они всегда скажем очень озабочены идеи служения кришне естественным образом да не так что им проводили там лекции мастер-классы и шила шкара махараж он вспоминает есть очень интересная лекция шкара махараджа о разных годах бактивиданта с вами вот где рассказываю где шкара махараж он говорит что бактивиданта с вами он постоянно писал письма там джавраханала неру индира ганди махатми ганди и говорил о том что вы должны принять сознание кришны это единственное что поможет индийской цивилизации и когда была проповедническая группа мадов махараджа шкар махарадж и встречи организовал бактивиданта с вами он часто приходил к шкару махараджа он говорил давай прямо придем ганди и скажем ему ганди ты должен принять сознание кришны а пойдем ну потому что в индии тем более права упада он происходил из таких не самых бедных кругов там были выходы на всех политиков и он до приходил ну типа давайте мы пойдем там президенту и скажем ему там ты должен стать гаоди ваишна это нет другого пути и шкара махарадж он говорил и ну иногда это старалась казалось о чем-то ну непродуманным и чрезмерным вот говорит и на тот момент но в юные годы когда про пупад он приходил с такими идеями ну нам казалось что надо быть как-то поспокойнее но мы видим что не тянута пропонс колда классная мысль и когда бактивиданта с вами он только прибыл на землю америке то местные газеты написали что приехал садху в розовых тапочках но уже через несколько лет когда бактиванта с вами садился в аэропорту в англии его встречал там лимузин посланный джоном леннон да поэтому сказать как сказать если господу понравится какое-то настроение он скажет да это как шкара махараш он описывает процесс и кришна морской да это многообещающий мальчик надо попробовать вот поэтому в действительности господь он выбирает тех людей которые становятся очариями и несмотря на то что в каждом из них есть определенные человеческий компонент определенные человеческие черты определенные несовершенства бакаладгита она говорит в случае с предными которые постоянно заняты служениями господу концентрация нас на несовершенствах на слабостях на каких-то человеческих моментах она не перенесет нам благо есть две знаменитые шлоки в бхагавадгите начинающиеся со слов а пи че цудра чаро а пи че цудра чаро баджан ты мама на не бак сах тхури ва саманта вяк сам якова си тохи сах кши прам бхвати дхарматва шачва чанти мнига чати каунте прати джанихи нами бакта пранаш яти да и существует прочтение этих стихов на двух уровнях да на первом уровне прочтения эти стихи говорят что кто-то кто-то кто постоянно пытается жить духовной жизнью погружен служение господу но даже иногда если он совершает какой-то дурной поступок то следует считать его все равно праведным потому что его устремление совершенно потому что он пытается идти по этому пути и пости и достаточно быстро если он будет также упорно продолжать он обретет мир в сердце и эти слабости эти порочные склонности они пасти они достаточно быстро исчезнут после того как он обретет мир в сердце о нет нет но медленнее это уже будет мастер-класс по бхагавадгите вот а на более глубоком прочтении бактивно так уж тхара махарадж объясняет следующее о том что если какой-то очень возвышенный вайшнав трансценденталист он даже поступает дурно с мирской точки зрения допустим но очевидно что там с финансовой точки зрения возможно где-то некорректно вайшнавы надо бывали какие-то финансы но если какие-то некорректно добытые финансы они использовались потом служение кришне они для постройки там до тайной дачи то господу все равно один вор украл другого вора как бы но потом это все было возвращено хозяину таким образом вот поэтому идея такова на более глубоком прочтение ташлока говорят что если увидев даже дурной поступок какого-то возвышенного преданного вы все равно поймете что страна он остается возвышенным преданным то не он очистится вы сами очиститесь вы сами улучшитесь поэтому оба оба смысла этих стиха говорят о том что если вы видите какие-то слабости несовершенства людей которые постоянно погружены в духовную практику духовную деятельность то не следует концентрироваться на этом это путь который приведет в тупик но следует концентрироваться на боговдохновенном начале в вайшнаве да поэтому мы подобным таким маленьким розеточкам до которые проводят сколько-то там вольт сознания кришны причем найти как интернет лахтинский иногда он есть иногда его нет да поэтому наше бакде иногда но есть иногда его нет но очари это личности которые имеет огромное вдохновение проповедовать о кришне общаться со множеством людей ну то есть допустим понимая с каким количеством людей надо общаться каждый не чDesDB махараджа в адхута махараджа я понимаю что допустим ну или просто олицетворять духовное знание представляете вот вы каждый или как гостая махараджа должен через день выходить в чон明ал Рассказывать, что это трансцендентно минимум на час. Я вам гарантирую, что я даже в субботу рассказываю, после первых 15 минут я чувствую, что через 10 минут я уже расскажу, что все, что я знал, в целом, за жизнь, я уже, в принципе, рассказал дальше. Импровизация. Поэтому нельзя, потому что… А потом я специально сейчас дам время на это дело. Можно запоминать, это очень тренирует память, усидчивость, внимание, концентрацию, и вообще сплошная польза. Таким образом, поэтому в действительности работа Ачари – это такой человек-телевизор без личной жизни, с кучей геморроев, плюс еще ученики пишут письма. Представляете, у вас там 50 учеников, и каждый из них считает, что обязательно надо написать письмо о том, как трудно его личная жизнь, возможно, в этом виноватся сознание Кришны, или еще что-нибудь там, или о сложностях в семье. Он не понимает, что это гуру, он не должен заниматься семьей гуру, он вообще там, а на Брахмачаре, нет, надо и про это написать. Даже Гавинди Махараджо там, ну, какое-то идет важное, Харикадха звонят ученики, вот, я поссорился со своей женой, а как нам теперь делить детей? Гавинди Махараджо такой, все хорошо, как-то там, ну, поделитесь. Вот, поэтому быть на Чаре только кажется, что, о, ну, ты там всюду ездишь, тебя там посыпают лепестками, ты такой рождественский гусь, как бы. Ну, в свидетельстве, это, ну, сложнейшая работа, сложнейшая работа, и очень непросто постоянно быть в строю. Это, ну, как, мы знаем, да, что люди, которые в большом шоу-бизнесе, да, они там постоянно в таком стрессе находятся, что они там садятся на какие-то вещества там постоянно, да, то есть почему, потому что, ну, постоянно выдавать какой-то продукт, контент, постоянно общаться с людьми, это, ну, это серьезная нагрузка, поэтому поверьте мне, что изнутри быть Ачари, духовной организацией, это жизнь полная беспокойств, да, жизнь полная того, что ты должен, как говорил Гавинди Махараджо, я всем делаю массаж, я и хотел бы сказать людям все, что думаю, но я не могу, потому что, ну, как написано «Варати Гурудева», ты постоянно улыбаешься и говоришь приятные слова, и Гавинди Махараджо рассказывал, он говорил, что до того, как я стал Ачарией Шичтани Сарасват Мадха, я прямолинейно, очень часто, резко говорил что-то людям, но потом, когда Шадхара Махарадж возложил на меня это служение, я понял, что халява закончилась, что теперь мне придется улыбаться и зачастую говорить какие-то приятные вещи, даже людям, ну, которым я внутренне хотел бы немножко другие вещи сказать. Вот, ну, а таким образом, да, конечно. Еще раз. Ну, дело в том, что душа и дух – это христианское учение человеке. В айшнавизме такое понятие, ну, именно как, ну, что мы понимаем под словом «дух». Дух в христианском смысле у нас такое понятие отсутствует, у нас есть только понятие «душа». Вот, то, что вы имеете в виду, то можно сказать так, что вот сидят люди, которые исповедуют примерно одинаковый символ веры, а если посмотреть на мальчиков, то все еще лысенькие и в белом, то есть просто клоуны такие сидят. Вот, и вопрос того, несмотря на то, что все они Харе Кришна, все в белом и все лысые, они мыслят как термиты, как муравьи, или все-таки они разные. Вот, на самом деле, ну, как сказать, на самом деле, когда человек, он достигает определенного, определенных уровней сознания Кришны, у него всегда будет, ну, определенное свое настроение. И если вы даже, и чем вы посмотрите особо, ачарьев, проповедников, то есть каких-то ярких представителей, они очень разные. И Штхара Махарадшин говорит, что гармония существует в многообразии, поэтому однозначно, что, хотя мы говорим о душах, о душах, которые исповедуют Гаудио Вишнавизм, сознание Кришны, тем не менее, да, все наши учителя и наши все прихожане, они разные, они индивидуальности. Вот, и у меня даже есть такое выражение, что кто-то из них это яркие индивидуальности, вот, настолько индивидуальные, что, может быть, даже следовало как-то обобщиться. Вот, поэтому особенно в считании сарасватматхи, это более неформатная организация, достаточно такая полуформатная, у нас большое количество ярких индивидуальностей, поверьте мне, ну, наоборот, наоборот, даже люди говорят, что вот мы, ну, хотели бы, хотели бы больше общаться друг с другом, вот, а мы не очень можем, потому что мы очень на разных частотах, на самом деле, хотя все мы Харе Кришну, поэтому ничего подобного нет, хотя все говорят Харе Кришну, все в храме, у каждого абсолютно своя версия реальности, и это относится и к Ачарьям, индивидуальность всегда сохраняется. Индивидуальность как сила, как харизма у каждого своя? Ну, и харизма, и просто проявление характера, вот, это только внешняя идея, что вот Харе Кришне все одинаковые, ну, все достаточно, своими подходами, индивидуальность, ну, сохраняется. Ну, это так и должно быть, это хорошо. Значит, лоботомия, просто такие растения в горшочках. Понятно, что, конечно, ну, есть определенный, там, всеобщий, там, ну, как бы набор каких-то общих моментов, но индивидуальность, никуда и не денешь, это свойство души, она всегда сохраняется. Ну, еще, наверное, какой-то, если есть вопрос, что-то необязательно связанное с темой. Поэтому также можно прочитать книгу Шри Гуру «Его милость», да, где Шадхара Махарадж, он в подробностях объясняет гуру татву, да, эта идея о том, что духовный учитель – это личность плюс, да, человек плюс. Это человек, который проводит волю божественного мира. И существуют там проводники, полупроводники, суперсверхпроводники. Вот. Поэтому также, также, если мы говорим об очарях, о возвышенных вайшнавах, то зачастую они обладают таким качеством, которое называется суперслужитель. Что такое суперслужитель? Мы говорим, что калиюга – это время дефицита качеств. Поэтому для калиюги в особенности рекомендована деятельность одной командой, Санкиртана, совместная деятельность во славу Господа. Почему? Потому что кто-то, допустим, разбирается в дизайне, в архитектуре, кто-то в поварском искусстве, кто-то хороший проповедник, а кто-то у кого-то там золотые руки, да? Но обычно это все не сходится, да? То есть золотые руки в одном месте, голова во втором, там какие-то способности дизайнерские в третьем, коммерческие способности в четвертом месте. Вот. То есть в калиюгу обычно мало людей разносторонних, да? Но и поэтому, так как мы достаточно одномерные живые создания, поэтому мы можем развиваться только вместе, когда объединяется команда, не на основе взаимокритики, а на основе взаимокомпенсации. Поэтому кто-то добывает деньги, кто-то проповедует, у кого-то золотые руки, кто-то готовит, все это получается. Но о возвышенных личностях сказано, что у них есть качество суперслужителей. Что такое суперслужитель? Явный пример этого это Говинда Махарадж, который одновременно мог заниматься стройкой, одновременно писал поэзию на санскрите, есть санскритская поэзия Говинда Махарадж одновременно проповедовал, занимался менеджментом Шичтани Сарасат Мадха, то есть часто говорят, что одаренный человек, он одарен во многом, и поэтому в наших ачарях также мы можем видеть, допустим, Вадут Махарадж, он и прекрасный лектор, и занят, способен заниматься менеджментом, и графическими, и также ачарь Махарадж, он занимается очень многими измерениями, и менеджментом, и проповедью, и богословием, поэтому также обычно, когда мы говорим об ачарях, о духовных лидерах, они многомерны, они обладают этим редким качеством суперслужителя, да, они могут и еду себе приготовить, и санскритскую поэзию написать, и, то есть в них проявляется, в целом это качество относится к другим югам, к другим эпохам, когда личности были очень харизматичны, очень многомерны, и у нас дефицит качеств гордиться особо нечем, человек что-то одно умеет делать, и то с трудом, да, но ачарь, они часто суперслужители, и они одарены во многих, и мы удачливы, что такие яркие индивидуальности, они возглавляют нашу миссию, и все мы надеемся, прославляя их, обрести их милость, поэтому сказано, что это очень благоприятно для любого живого существа прославлять возвышенных вайшнавов, потому что то положение ачарьев, это не так, что они пробрались там, как в дворцовых разборках, да, зарезали там, как бы брата короля, сами стали королем, многие из них не желали этого положения, и сам Господь даровал им его, поэтому мы почитаем всех наших ачарьев, они были избраны гуру-девом неспроста, и мы их слуги, мы слуги Шичтани Сарасвад Мадха.